Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. На этой масленичной неделе в Самаре пройдет интересное событие, трехдневный просветительский семинар, посвященный наследию митрополита Антония Сурожского. Известный лондонский миссионер, известный архипастырь православной церкви и крайне интересный человек, вдумчивый, умный христианин. Вышла новая его книга, расшифрованы новые аудиозаписи, которые превратились в книгу «Хаос, закон и свобода». И, собственно, презентация этой книги будет посвящен трехдневный семинар, который пройдет в нашем городе с 27 февраля по 29 февраля. И вот в преддверии этого семинара, с одной стороны, с другой стороны, в преддверии Великого Поста, как было бы здорово пригласить владыку Антония в эту студию. Но, к сожалению, его нет здесь, на земле, но он с нами остался в своих текстах, в своих словах, в своих книгах, проповедях, статьях. И вот сегодня необычная будет передача. Мы постараемся поговорить о фундаментальных вещах для Великого Поста через тексты, сквозь призму этих текстов митрополита Антония Сурожского. Обеседовать мы будем с нашим гостем, клириком Петропавловского собора, отцом Николаем Зининым. Здравствуйте, батюшка. Добрый вечер. Ну, мы с вами, отец Николай, до эфира определились, что магистральной темой, магистральной такой метафорой для владыки, и может быть даже это не метафора, в том смысле, что это некое иносказание, это то, что действительно им переживалось и ощущалось. Ну, будем продолжать использовать слово метафора, так будет проще, наверное, да, короче. Метафора встречи. Встречи человека и человека, встречи человека с самим собой происходят в церкви, встречи человека и Бога. Ну, для того, чтобы не с места в карьер бросаться, мне бы хотелось такой, несколько личный вопрос задать. Как произошла ваша личная встреча с митрополитом Антонием? Когда вы прочитали, что это было? Может быть, вы увидели видео, лекцию? И что поразило в первую очередь в нем, что, собственно говоря, связало вас с ним? Наверное, это был текст. Позже уже я посмотрел его видео, беседы. На самом деле, после того, как увидел видео, посмотрел, тексты, конечно, немного проигрывают, потому что его проповеди, живые беседы, они, конечно, по-другому воспринимаются, потому что тут важны паузы, тут важен контекст. И вот, на мой взгляд, еще очень важен взгляд. Потому что Владыка каким-то пронзительным взглядом обладал, который смотрит одновременно и на тебя, и в то же время на вечность внутри тебя. И как-то сразу мне на душу легли его слова, потому что, ну, как родник такой для меня, потому что его восприятие Бога, ближнего, православия. На тот момент он был жив, когда впервые я с его текстами познакомился. И на тот момент он был старейшим архиереем православной церкви русской, правда, за рубежом. Мне стал интересен его путь, его живые рассказы про свою жизнь. Это всегда очень, на самом деле, располагает к доверию, когда человек может рассказать о себе без прикрас. Как я помню, прочитал, что вот он рассказывал, что он был неверующим, что у него были какие-то претензии по отношению к Богу, и как потом вот эта его претензия и неверие помогли ему встретиться со Христом. В общем, это было мне близко, потому что зачастую православная традиция рисует в основном победы, да, такие, то есть мы прославляем людей, победивших святых. Вот. И за всеми этими победами обычному человеку, грешному человеку бывает трудно разглядеть свой путь к Богу, потому что в обычной жизни повседневной мы не наблюдаем такого, чтобы мы шли от победы к победе, мы идем от поражения к поражению, к сожалению, но... Это, по-моему, кстати, говорят цитаты как раз митрополита Антония. Ну да, вот в этом, наверное, мы с ним близки. И я подумал, что если такой человек, который так великолепно общается и излагает очень просто глубокие мысли, вот так вот может рассказывать о своих каких-то слабостях, там, падениях даже, то это вселило в меня такой большой уровень надежды, что мой путь это тоже будет не напрасным. Потому что каждый раз, когда мы начинаем какое-то большое дело, мероприятие, тут всегда встает вопрос, будет ли это оправданным, затраченные усилия, время. Мне кажется, и для наших современников вопрос прихода в церковь, он тоже с этим связан. А что в итоге, да, удастся мне, там, и какова на самом деле цель. Для меня Владыка Антония, это, конечно, человек, который показал в современном мире путь святости, несмотря ни на что, потому что все мы люди, и можем ошибаться и также грешить. Я думаю, что Владыка Антония не без греха. Но почему-то моя душа так реагирует на его беседы. Я их не часто смотрю, но потому что они вызывают во мне слезы. И его живая речь, его, не знаю, сколько вот даже по радио бывает, что по радио Веры попадал на эти беседы, и не могу удержать себя, плачу, и все. Поэтому, может быть, в преддверии поста кому-то это тоже поможет, да, я бы порекомендовал его живую речь послушать. Тем более, что он практически наш современник. Хотя, конечно, книга, да, и может содержать те беседы, которые просто недоступны на русском языке, потому что много было бесед, он жил за рубежом и общался на английском языке. Но вот та книга, которая будет презентована в пятницу в художественном музее в 6 часов вечера, новая книга «Хаос. Закон и свобода», эта книга, собственно, вообще обращенная к студентам, светских вузов к людям, мягко говоря, невоцерковленным. И это размышления о каких-то фундаментальных таких категориях человеческой культуры, о том, как мы собственную жизнь способны превратить в хаос, и как мы вообще можем двигаться из хаоса к красоте. У Владыки Антонио, по-моему, да, замечательная есть фраза насчет хаоса. Он рассуждает о воспитании детей, рассуждал, и говорил о том, что в любом ребенке хаос. То, что мы пытаемся, как нам кажется, своим воспитанием этот хаос упорядочить через то, чтобы ребенок был нам повинен, повиновался нам, то, что ошибочно мы называем послушанием, мы на самом деле ребенка портим. Но только в хаосе, надо всегда помнить, рождается звезда. И вот это вот мне так понравилось, в свое время зацепило эта фраза. В хаосе рождается звезда, и иногда действительно ребенку, например, нужно дать определенное пространство свободы. И, понятное дело, что не вседозволенность, а именно свободы. Чтобы он, например, имел право сказать тебе, что на этот кружок я больше ходить не хочу, потому что мне это больше не интересно. И, по-моему, Юлия Гиппенрейтер, известный психолог, профессор МГУ, есть тоже воспоминания о владыке Антонио, как раз в связи с этой фразой, где она говорит о том, что современный ребенок не может высказать родителю, что ему скучно. И наоборот, как только он говорит о том, что ему скучно, это прямое указание на то, что хаос скорее набирает силу, чем рождается звезда в этом хаосе. Но, впрочем, вот мы так небольшой... Но это тоже все в тему встречи. Да, встречи с собственными детьми. Да, да, да. Мне бы вот как хотелось построить цикл наших встреч. Мы знаем, что вот эта последняя преподготовительная неделя перед Великим постом, масленичная неделя, сарапустная неделя, заканчивается прощенным воскресеньем. Это всегда очень сложная человеческая культурная практика попросить прощения, и дать прощения. И всегда очень сложно в пространстве, где это все было не очень организовано, ну, то есть как-то вот мы жили год и жили, вдруг надо ни с того ни с сего в какое-то из воскресенья подойти к кому-то и сказать прости. Вот поговорить о прощенном воскресенье, но сквозь призму, опять же, рассуждений митрополита Антония о встрече с людьми, о том, как мы с людьми встречаемся или как мы проходим мимо них. Мы для наших телезрителей проясним, что мы договорились с вами до эфира набрать любимых цитат из книг митрополита Антония и сквозь призму этих цитат говорить о тех темах, которые мы будем обозначать. С одной стороны, а с другой стороны этими цитатами на невидимое кресло мы посадим владыку рядом с нами, он будет как такой рефери или третейский судья, который вот незримо будет присутствовать своими текстами и будет направлять, структурировать наш разговор. Самый простой и самый сложный вопрос. Во-первых, зачем практика прощенного воскресенья? Как вам это кажется? А потом, собственно говоря, что нам владыка говорит? Как вот суметь с человеком встретиться? Потому что в прощении, вот в этой практике попросить прощение, мне кажется, действительно надо увидеть человека. Мне кажется, эта практика, она полезна, может быть, тем, что ставит некую черту, некий, ну как современное слово, дедлайн. То есть нам вещи вот какие-то трудные, глубокие, всегда тяжело делать, и мы это откладываем. Посещение там тренажерного зала, забота о собственном здоровье, там, тем более уж покаяние, потому что это же надо прощение просить. А в православном измерении это же еще более глубоко и тревожно, потому что в молитвах перед причастием мы читаем «Примирись и тебя опечалившим». То есть помирись с теми, кто тебе навредил, кто тебя опечалил. Может быть, твоей вины там и не было, но в тебе осталась заноза обиды, может быть, за то, что ты потерпел от этих людей. То есть вот эта тема прощения, она еще глубже, потому что когда мы чувствуем сами свою вину перед человеком, нам вроде бы и совесть толкает, чтобы помириться. А когда мы чувствуем, что человек нам навредил, а не мы виноваты, то мы с этой обидой можем долго очень жить, не осознавая ее, что она на самом деле самого тебя разрушает изнутри. И вот здесь как некая черта, что смотри, ну вот прощенный воскресень, когда как не в этот день? То есть мне кажется, вот в этом психологически такая вот черта, когда человеку, может быть, станет проще это сделать. Ну, появится хоть какой-то стимул, потому что бывает, что совсем нет никаких сил к этому подойти. Я сам вот недавно как бы это ощутил, что даже зная все вот как бы нюансы духовной жизни, ну или большинство этих нюансов очевидных. Я вот где-то года полтора-два носил эту занозу, обиды, и никак не мог, вот чтобы она и только недавно Господь меня избавил. Можно цитату Владыки как раз вот в тему сказанного. «Иногда говорят, что нельзя не прощать своим врагам, но ненавидеть врагов Божиих законно. Это же безумие. Бог возлюбил тех, которые, это слово апостола Павла, не мое, были врагами ему, стал человеком, умер за них, чтобы иметь власть им прощать. Неужели своей ненавистью к тем, кого мы считаем врагами Божьими, мы ему как бы бросаем укор и говорим, «Ты ошибся, ты был неправ, хотя ты их и любил крестной любовью, я их буду ненавидеть праведной ненавистью». Христос пришел грешных спасти. И когда кто-то оскорбил нас глубоко, жестоко, сделали ли мы когда-либо первый шаг, помня, что потерпевшему обиду, легче сделать первый шаг, потому что он не унизителен, он не чреват страхом, а вдруг меня отвергнут. Тогда как обидчик в ужасе от предстоящего унижения, а может быть и отвержения, мы делаем, сделали ли мы когда-либо первый шаг, чтобы вернуться к жизни, вернуть к жизни того, кто духовно, человечески мертв. Вот, мне кажется, в этих двух фразах, с одной стороны, что есть враги Божьи, и очень часто мы так дискретно и мыслим церковь, то есть есть свои, есть чужие, и те чужие, которые нам не свои, они враги, не просто наши, а враги Божьи, вот, а есть враги личные. Вот, в этом смысле, как вам кажется, митрополит Антоний на что делает акцент? Вот в таком рассмотрении вообще термина врага, своего личного или врага Божьего? Мне даже трудно сказать, я как бы с Владыкой Антонием согласен полностью. Мне вот кажется, что здесь вот, я просто хотел подвести к той мысли, что в этом есть какая-то удивительная ориентация на человека. Вот, Владыка Антоний все время делает акцент в своих проповедях или в своих рассказах, в своих книгах на то, что нужно верить не только в Бога и Богу, но нужно верить и в человека и человеку. Вот, мне кажется, прощение ближнего своего это какая-то удивительная практика веры в человека. да, да, точно. Получается, что если ты идешь мириться или просить прощения, то ты не можешь это сделать, не веря в то, что там что-то человеческое осталось внутри. этого человека, который тебя обидел, и ты этот шаг делаешь, укрепляешь веру в человека. Ну, для меня это, я это представляю так математически, может быть, в сферу специфики предыдущего образования есть оси координат, вот, трехмерные, ну, одна из систем координат трехмерной, это ортогональная система координат, где три оси координат x, y, z ориентирует точку там или какое-то тело, линию в пространстве. Вот для меня вера это тоже такой объемный вектор, где первая проекция это вера в себя, вторая проекция это вера в человека, и третья проекция это вера в Бога. Вот в сумме они дают такой вектор, если каждая составляющая не нулевая, то они дают вектор в пространстве. Если какая-то составляющая схлопывается, то есть нет веры в Бога, например, то вектор будет на плоскости, и в этом будет некая ограниченность человека, он не сможет по-другому подняться. Если нет веры и в человека, то остается только вера в себя, это точка в пространстве. Мне кажется, что если вера исчезает полностью, хотя я могу это только гипотетически, то человек умирает. Не может, не может, по моему мнению, не можем существовать без веры совсем. то есть хотя бы вера в себя, она держит нас в этой жизни. И в этом плане мне мысль владыки Антония очень понравилась Сурожского, когда он говорил, что если человек верит хотя бы в другого человека, если он дружит или любит, то мы не можем говорить, что он неверующий. У меня была такая комическая история на исповеди. она часто повторяется. Приходит женщина, начинает каяться и ошибочно от ним из упреков выставляет, что у нее муж неверующий. И я всегда на такое возражаю, спрашиваю, а вы верующие? Это иногда ставит людей в ступор. Но на самом деле, если посмотреть, что человек живет с тобой уже там несколько, может, десятилетий, да, он формально не ходит, может быть, в храм и не молится, но он же так тебе доверяет, что уже сколько-то десятилетий своей жизни посвятил тебе. Как можно говорить, что он неверующий? И владыка Антоний сказал, что если человек верит хотя бы в человека, то он отчасти верит и во Христа, потому что Христос тоже был человеком. Вот эта мысль его глубокая мне тоже понравилась, что мы не можем отвергать людей как неверующих только лишь потому, что они полностью не заодно с нами, потому что это трудно. Но если хотя бы даже вера в человека есть, то в чем-то мы все равно близки, потому что человек во Христе был стопроцентный полностью человек такой же, как мы, только без греха. И вот в этом смысле обида выступает в виде такой стены непроницаемой, глухой и непрозрачной, так что мы даже как бы гадательно сквозь тусклый свет не можем разглядеть другого человека, всегда встает вопрос очень сложный, как это преодолеть. Но вот мне кажется, сегодня можно было бы попробовать не столько говорить о том, как надо обиду преодолевать, как ее нужно эту обиду разрушать, сколько поговорить именно о встрече с человеком. Вот в вашем списке цитат о встрече. Какая цитата владыки Антони, как вам кажется, может максимально подойти для описания человеческих взаимоотношений, о том, как встретить живого человека. Потому что, опять же, обида не просто даже стеной выступает между двумя людьми, зачастую обида умерщвляет другого человека в глазах обиженного. то есть этот человек для меня не существует, к этому человеку я не подойду, он для меня больше не рукопожатный, вот, он существует, но это тень, как и мир теней мы начинаем сами эти сущности плодить. И вот для того, чтобы, опять же, оживить человека, нужно вот о чем-то вспомнить, в первую очередь, может быть, о первых каких-то встречах с этим человеком. Так вот, что есть встреча с человеком? Вот есть у меня одна цитата, она немножко, может быть, покажется длинной, но, тем не менее, она вмещает, как мне кажется, вот эту тему. Мы встречаемся и не можем встретиться, потому что мы ищем только для себя. Мы строим и не можем увидеть, смотрим, но не можем увидеть, потому что нам важнее, чтобы увидели нас. Мы слышим и остаемся глухими, потому что мы хотим сказать, а не слушать. мы влюбляемся и не способны любить, потому что нам нужно, чтобы нас любили. А все предельно просто, смотри, слушай и люби сам. И тогда происходит величайшее из чудес. Человек, напротив, открывается в невероятной красоте своего сердца. И твое собственное сердце тоже преображается. И вот только тогда и происходит встреча. То есть, вот такой момент отрыва от себя, потери себя, такой как безумный прыжок с парашютом в надежде, да, и с верой, что он раскроется. У владыки Антония это тоже одна из главных тем, что, чтобы что-то настоящее случилось, или молитва, или встреча, ты должен быть готов раниться. И вот здесь, в этой прощенном воскресенье, наверное, это особенно актуально. Идя на встречу, идя на примирение, идя на прощение, ты должен быть готов к тому, что тебе будет больно. Тебя отвергнут, тебя не поймут, не примут твоего прощения. Но все равно на это идти. И здесь, конечно, оставаясь на плоскости только межличностных отношений, нет никакого стимула это делать. Это, ну, выглядит будет как некий садизм. И может быть, это и не будет настоящим для человека. То есть, если это будет некая просто атрибуция прощенного воскресенья, что я просто формально должен прийти попрощить прощение, то это и прощением-то не будет на самом деле настоящим. И встречи это не будет. Да. А вот, наверное, мне в этой ситуации помогает именно третье измерение веры в Бога, что я сам по себе, как животное, как человек, никогда на эту рану не пойду. Но я знаю, верю, что Бог хочет, чтобы я так сделал. И вот это, на самом деле, стимул. Для меня это стимул. Пусть мне будет больно, я готов на эту рану только чтобы сделать так, как хочет он. Потому что я знаю, что так, как хочет он, это для меня добро. Отец Николай, к сожалению, сегодня передача подошла к концу. Но для наших телезрителей поясним, что мы встретимся еще и в следующий вторник, и через вторник, и продолжим говорить именно так же. Вот о посте, о молитве, о покаянии, о встрече человека с Богом, которая должна, которая должна увенчаться Пасха. В следующей нашей передаче мы продолжим об этом говорить. На сегодня я вас благодарю. А для наших телезрителей я хотел бы напомнить, с 27 по 29 февраля пройдет семинар. Вся программа, которая могла бы вас заинтересовать, есть в социальных сетях ВКонтакте. Название группы «От хаоса к красоте», а также на сайте отдела религиозного образования и катехизации Самарской епархии. Вся подробная программа, вы можете выбрать любое из мероприятий и присоединиться. Мероприятия будут проходить на разных площадках, будут разные интересные гости из Москвы. Приходите, мне кажется, вы не пожалеете. Храни всех вас Господь, до скорых встреч. Продолжение следует...